Ну что, тема нашей сегодняшней с вами встречи, я бы все-таки сказала, не лекции, а встречи, это чувство вины. И давайте попробуем разобраться, что же такое все-таки чувство вины, это наш ресурс или это путь к выгоранию, то, что нам помогает или то, что нам мешает. И первое, что мне хотелось бы вам предложить сейчас, это вот чем поделиться. Когда вы слышите словосочетание чувства вины, какие ассоциации у вас возникают? Поделитесь, пожалуйста, я буду записывать их на флипчарте. Что ты что-то не делаешь? Ну, как бы начинаешь, кто не знает, вот, в чем я не знаю, так? То есть, его не знаю. Так, в чем я виновата? Хочется это исправить, как можно встретить. Хочется быстрее. Исправить. У нас слушает онлайн, тоже к нам присоединяйтесь. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите словосочетание чувства вины? Собственный косяк по отношению к другим. Ага. Исправить. 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 У меня уже осуждение тоже сразу появляется, что что-то поиск своей ошибки. Так. 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 Исправить. Так. Исправить. чувство чувства вины, которые мешают жить. На которых нужно поработать. Потому что это уже немножко кровообращение. Чем-чем. Исправить. Так. Исправить. Так. Исправить. Так. Очень она хочет. Исправить. Хочется поддержки, да? Исправить. Хочется, чтобы ты кто-то задержал. И я же видел. Так. Ага. Исправить. Що. Так. Какие-то есть ассоциации? А еще когда ты понимаешь, что вот оно есть. Вот эта попытка просто принять его как данность, и чтобы оно со мной есть. Слушайте, вот такие, ну вот, все вещи и говорим. Да, может быть, у них миссии не продвинуты. Угу, сколько лет, у нас, потому что, когда они поднимаются, да? Да, ну, действительно, нет, значит. Что, какие-то есть? Может, там есть у кого-то что-то? Может быть, в чате? Она нас не слышит. Может быть, она у нас... Так, сейчас посмотрим, что тут в чате. Нет, в чате пусть. Нет, ага, ага. Так. Айки, может, ты что-нибудь добавишь? Чувствую верные. А что это такое? То есть, она вообще, что это такое? Да. А здесь только ассоциация, это можно все, что угодно? Да, пока ассоциация. Тогда и с мелоди. А еще бывает безысходность, отчаяние какое-то, ну, кто-то не скажет. Ужас. То есть, чувства, которые возникают, да? Отчаяние, безысходность. К сожалению. К сожалению. Если посмотреть, да, то мы видим, что тут все равно, если так вот читаться, да, диапазон достаточно большой. Здесь есть и чувства, да, которые у нас возникают. Здесь есть и мысли, которые у нас появляются. Здесь есть и такая оценка, да, оценка и анализ, я бы сказала, да. А что я сделала неправильно, да, и есть какие-то действия, да, возможно, по поиску того, что я сделала неправильно, или того, что я должен исправить, да, как я должен исправить. Действительно, это такое чувство неоднозначное, и некоторые называют его таким компасом, да, компас, который как-то сигнализирует, да, нам о том, что мы сделали что-то не то, либо по отношению к другому человеку, да, либо по отношению к себе. И если мы с вами обратимся, допустим, к тому же словарю Даля, да, то мы с вами можем прочитать следующее. Вина, причина, начало, источник, повод, предлог, провинность, проступок, преступление, прегрешение, грех, всякий недозволенный предосудительный поступок. Уже видите, да, очень большой диапазон, то есть это и начало, и источник чего-либо, да, а это и причина, да, это и предлог к чему-либо, и это, ну, какое-то, скажем, нарушение. Виноватый, сделающий какой-либо проступок, должный, обязанный кому-то уплату. Винить, признавать за собой вину, сознаваться в ней, просить прощения, быть обвиняемым. Если говорить и рассматривать чувство вины с такой, с психологической, скажем, да, точки зрения, то чувство вины – это негативная оценка своих поступков. Это осознание того, что я нарушил принятые на себя обязательства, правила, принципы, убеждения. В самом этом определении уже заложено, да, что я нарушил что-то, что я принял на себя, да, то есть либо я принял на себя какие-то обязательства, кому-то что-то пообещал, но не выполнил, да, либо это какие-то мои убеждения внутренние, и я их предал, допустим, да, и тогда это чувство вины может быть по отношению к кому-то, либо, да, либо чувство вины по отношению к себе за то, что я предал там какие-то свои убеждения, правила, ценности, да. Как правило, чувство вины относится к нашему прошлому. То есть я когда-то что-то не сделал или наоборот сделал, но бывает так, что оно относится к будущему. Тогда, когда я обещал, но понимаю, что не сделаю, да, и тогда тоже появляется, да, вот это вот чувство вины, что я обещала, но я знаю, да, что, в общем, я это не сделаю, да. Если обратиться к психологам, к исследователям, которые изучали чувство вины, то, например, социальный психолог Дэвид Майерс, он говорит о том, что благодаря чувству вины мы приносим извинения и стараемся избегать дурных поступков. А Кэрол Лизард, это исследователь психологии эмоций, он пишет, например, о том, что общество, не знающее чувство вины, оказалось бы самым беззаконным и опасным в мире. Чувство вины побуждает нас к исправлению ошибок, останавливает от совершения необдуманных поступков. То есть, если вдуматься, да, и вслушаться, то это некий регулятор, да, который регулирует, да, наши поступки. Оно действительно может оберегать нас от совершения, да, чего-либо, что потом может нести какие-то негативные последствия. Вы сказали, да, о том, что, когда называли ассоциацией, вы говорили, да, о том, что чувство вины, оно разное. Это может быть такое глобальное какое-то всеобъемлющее, да, затягивающее и рациональное чувство. И там непонятно, где я виноват. Ну, вот виноват и все. А есть такое конкретное, рациональное, да, конструктивное, можно сказать, чувство вины. Оно связано с конкретной ситуацией. Там, где понятно, да, что вот тут, в этой ситуации я что-то нарушил, да, или я что-то не сделал, или что-то сделал. Что, допустим, повлекло ущерб, да, для кого-то. И в этой ситуации, да, становится понятным, где моя вина, да, она достаточно конкретная и видимо. Вот эти мои действия конкретные привели вот к тому-то, тому-то. И второе чувство вины, то, что я уже сказала, да, вторая разновидность, что ли, это такое глобальное, иррациональное, неконструктивное чувство вины, вы иногда называете невротическое. Оно как будто бы поглощает нас полностью. И у него как будто бы нет ни начала, ни конца, да, оно вот такое вот тяжелое, и нас как будто бы засасывает. Мы делаем еще третий вид чувства вины, но мы не будем про него говорить. Это экзистенциальное чувство вины, такое, знаете, вина за человечество, да. Но это такое философское, теософское понятие, да, поэтому я думаю, что мы в него уже углубляться не будем, да. Сейчас я вам предлагаю выполнить одно упражнение, которое поможет нам немножко такую ревизию навести, да, разобраться в собственном чувстве вины. Готовы? Тогда я сейчас вам дам листочки. Знаешь, оно у нас сначала начнется, потом еще мы продолжим. А, ты про то делать не делать, но ты можешь начать, а там... Сюда я не подскажу, что-то дам. А, вот еще когда-то карандаши, вот и ручки. Я вам сразу сейчас по три листочка выдам. Надо с три листа. Сами тогда раздайте друг другу, прошу. А тем, кто у нас онлайн, я тоже предлагаю поучаствовать в этом упражнении. Вам, ну, либо понадобятся три листа А4, ручка и цветные карандаши, либо вы можете взять, ну, я не знаю, тетрадочку какую-нибудь обычную, да, то есть вам нужна будет релистация. И сейчас попробуйте соприкоснуться со своим чувством вины, вспомнить, по каким ощущениям вы его узнаете. Что это за такие ощущения? Да, вы точно про них что-то знаете. Что, ага, когда у меня вот это, вот это и вот это возникает, да, тут вот оно, чувство вины, как-то сразу, да, ко мне приходит. Мы периодически испытываем чувство вины, и это нормально, да, поэтому мы точно знаем про него, мы точно с ним знакомы, с этим чувством, и точно знаем, как мы его ощущаем, какие ощущения сопровождают чувство вины. И сейчас запишите себе на листах А4, да, эти ощущения. Постарайтесь прям подробно вспомнить, что это за ощущения такие. Какие это телесные ощущения, как вы в теле ощущаете его. Какие, может быть, эмоции, чувства вы испытываете в этот момент. Прямо так списком запишите. Что у вас за ощущения? Каким ощущениям вы узнаете чувство вины? Сейчас, когда вы соприкоснулись с этими ощущениями, посмотрите, где оно у вас в теле, где это чувство живет у вас в теле. Где обычно в теле вы его ощущаете? У каждого это может быть что-то свое. Где в вашем теле живет оно? Попробуйте на него посмотреть. На что оно похоже? Если бы мы могли бы его сравнить с каким-то персонажем из фильма, мультфильма, из художественной литературы. А может быть, это вообще какой-то ваш образ, который сейчас приходит вам. Возможно, что это что-то такое вообще неочерченное. Это просто какая-то такая фигура. Вы ее видите, но не можете как-то сказать, что это вот тот-то, тот-то. Может быть, это какой-то конкретный образ, который вам приходит. И сейчас у вас есть пять минут, чтобы на одном из листов бумаги его нарисовать. Можно на этом. Можно. Прямо на этом можно, да. нарисуйте его. Неважно, умеете вырисовать, не умеете вырисовать. Это может быть какой-то символ. Это может быть просто какое-то цветовое пятно. Какая-то форма. Это может быть, в конце концов, просто сочетание цвета. Ну и сейчас для тех, кто пришел, мы остальные выполняем, для тех, кто пришел. Мы сейчас вспоминали про чувство вины. Как вы его ощущаете? Мы с ним все знакомы, с чувством вины, как правило. Как вы его ощущаете? Как в теле? По каким ощущениям? По каким чувствам? Да, вы понимаете, что вот оно пришло, чувство вины. И где в теле у вас живет это чувство вины? То есть, как правило, это какие-то внутренние телесные ощущения. Вспомните сейчас это. Это состояние. Чувство вины. Вспомните его. И вспомнив его, посмотрите, на какого персонажа, возможно, он похож, вот это чувство вины. персонаж фильма, мультфильма, из художественной литературы, возможно, это какая-то форма такая неопределенная. кто это за фигура ваше чувство вины. и нарисуйте ее. Сейчас, когда вы его нарисовали, посмотрите на него. И вспомните, пожалуйста, как часто он появляется. Постоянно вас сопровождает, может быть. Или появляется в каких-то ситуациях. Что это за ситуация, в которой он появляется? И что он вам говорит? И рядом с ним, под ним ли, сбоку ли от него, выпишите все, что он вам говорит. Начиная от конкретных каких-то, допустим, фраз. Например, он говорит, ну вот, опять ты мужу бурабашку не погладила, и пошел он у тебя мятый. до, как мы с вами говорили, каких-то глобальных, да, таких вещей. Ну, ты как всегда. Прямо списком. Все, что он вам говорит. Постарайтесь услышать или вспомнить все. Все, что он вам говорит. Опять пришла злая на ребенка, на орала. Или все, за что ты не берешься, все приводит на беде. Если бы не ты, муж был бы счастлив. Вместо мужа, могут быть другие какие-то. Ребенок, кот. Старайтесь такой максимально подробный, большой список написать. Так не сочиняйте, а вот такое, что реально к вам. Он реально приходит. Если мало обвинения, сразу скажу. Если мало обвинения, сразу скажу. Как есть. Как есть. Придумывать не надо точно ничего. Я сижу, придумываю, что в чем связи с вами. Не-не-не, придумывать ничего не надо, да? Почему я говорю подробно, что с этим можно было поработать? Сейчас возьмите второй лист бумаги и разделите его пополам, на две графы. Две графы. Мы сейчас с вами сделаем такую ревизию этих посланий. В первую графу выпишите конкретные обвинения, да? Ну вот, допустим, то, что я сказала, да? Опять ты не погладила мужу рубашку, он пошел мятыть. Да? Это конкретное послание, потому что оно по конкретному действию. Вторая, вторая графа. Там послания, вот такие глобальные, абстрактные, да? Которые не содержат в себе никакой конкретики. Ну вот ты, как всегда, во всем опять виновата, да? Ну вот, ты всегда, да, что-то не то делаешь, что-то, что-то, что-то не сделала все время, все не так, да? Все время это приводит к каким-то бедам. такие глобальные, какие-то, неконкретные, да, послания. Их в отдельную строку. По поводу не погладила рубашку, да, то я хочу уточнить некий нюанс. если вы, например, пообещали погладить рубашку и не погладили, да, вы сказали, я тебе поглажу рубашку, а он утром встал, а вы не погладили, да? Здесь действительно было нарушено обещание, да, это конкретная, как бы, да, ну, конкретная, не знаю, вина, скажем, да, говорим сейчас про вину, конкретная вина, да, оно было обещано, не сделали. И тогда, ну, возможно, не знаю, у него единственная рубашка, и, в общем, ущерб, как бы, да, заключается в том, что он пошел в мятой рубашке, потому что, собственно, не успел ее погладить. У него там, не знаю, освещание, да еще что-то. Другой вариант, да, когда вот это не погладило мужа рубашку, оно не связано с конкретным обещанием, да, оно бывает тоже вот достаточно вот таким вот, ну, иррациональным. Возможно, что ваш муж погладить вообще эту рубашку может сам. Да, но вы почему-то, да, для себя как-то решили, что вот все рубашки гладите вы, и если вы не погладили эту рубашку, да, то вы потом, там, не знаю, посыпаете голову пеплом, да, и весь день ходите и себя корите, говорить что. Ну, вроде бы, конкретное действие, да, и в то же время, ну, не очень понятно, откуда это обязательство. Вроде как вы о нем не договаривались, да, об этом обязательстве. Оно в то же время почему-то наиболее с ним взяли, например. Да, это тоже, возможно, связано с неким, ну, таким иррациональным, да, усвоенным когда-то убеждением. такие моменты, такие ситуации тоже есть, да, поэтому, когда сейчас будете делить на графах, посмотрите, да, вот эти вот обвинения, они связаны все-таки с конкретным чем-то, да, либо это такое иррациональное, непонятно, откуда вообще оно взялось. А рациональное тоже, сколько? Вот смотрите, рациональное, то, когда я говорю про рациональное, это про то, когда действительно вы в этом виноваты, это первый столбик, первый столбик. Второй столбик, это вот как раз та самая иррациональная, да, вина, вообще непонятно, да, но виноват. Мы будем с вами потом про иррациональную вину, потом поговорим с вами. Пока вот сейчас так, разделите все послания. на две графы. Сейчас с вами поработаем пока с первым вот этим вот, да, с первой этой графой. Возможно, что то обвинение, с которым вы сейчас будете работать, уйдет во вторую графу. если я сейчас понимаю, что то, что я первая написала, это вторая графа. То есть я просто переношу. Да, вы можете перенести, можете сейчас с ним поработать, и тогда убедитесь, да, больше, что это все-таки во вторую графе относится. Вы уже, да, видите, что уже даже когда вы просто пишете саму ситуацию, вы уже начинаете ее анализировать, действительно ли тут есть моя вина, действительно ли я здесь сделал что-то, что привело к какому-то там последствию. Часто же что происходит? На нас нахлынует как бы, да, это чувство вины. И оно настолько тяжелое, что мы стараемся вообще туда не смотреть, на эту ситуацию. Да, от этого еще на самом деле тяжелее. Кажется, что если я не буду смотреть, то мне будет легче. На самом деле становится еще тяжелее. Когда начинаешь смотреть, то как будто легче становится. Если вы сейчас, да, разделили на графы, из первой графы выберите какое-то одно, да, одно послание или там одно обвинение. Со всеми мы не можем сейчас поработать, да, не успеем, а вот что-то одно, вот с чем хочется сейчас поработать. И, собственно, потом уже, там, не знаю, да, когда у вас будет время, вы можете вернуться к этому списку и точно так же проработать все оставшиеся, послание, обвинение. Сейчас выберите какой-то одно. Если нет первой графе, Ничего, нет первой графе, значит, вы можете пока просто подождать. Послание. Я сейчас буду задавать вопросы, да, а вам нужно будет, ну, может быть, даже письменно, да, ответить на эти вопросы именно вот про это одно послание, которое вы выбрали. Первое. Первый вопрос. В чем конкретно заключается здесь ваша вина? Что вы сделали или не сделали? Вопросы записывали? Вы ответы записываете, да. Выбрали ситуацию одну, да, одно послание для одного обвинения. И теперь прямо вот его мы сейчас с вами проанализируем. В чем конкретно заключается здесь ваша вина? Что вы сделали или не сделали? Я не погладила рубашку. Ну, я уж простите, да, мне как пришло, не погладила рубашку, да, сейчас проведу. Я не погладила рубашку. Второе. Успеваете? Можете даже как-то сокращать, да, самое главное, чтобы вам было понятно, про что вы пишете. Второе. Кому был нанесен ущерб? И в чем этот ущерб заключался? Кому был нанесен ущерб? Ущерб может быть нанесен себе. Ущерб может быть нанесен кому-то. В чем он заключался, этот ущерб? что повлияло на ваши действия? По сути, да, почему вы это сделали или не сделали? Я ничего не делаю, просто это как факт обвинения. Как тогда? Вот мы поэтому сейчас с вами разбираем. Вот это как факт обвинения. Есть ли вообще там вина? А может ее и нет? И тогда она уйдет у нас во вторую графу. Ну вот я-то понимаю, что или нет, но она во вторую графу у меня уходит уже семь лет. То есть я не могу это сделать. Могу вопрос еще просить после этого. Третий вопрос. Что повлияло на ваши действия? Что повлияло на ваши действия? Ну допустим, если я сейчас про рубашку, не знаю, там у ребенка была температура 39, и поэтому елки зеленые я не погладила эту рубашку, потому что мне нужно было вызвать скорую помощь и что-то сделать. Как-то ребенку там забить эту температуру, оказать ему медицинскую помощь и так далее. Или там я бегала искала лекарства, но я их не нашла. Но не нашла, нет в аптеке лекарств не было. То есть обстоятельства были вот такие вот, и поэтому я это сделала. Обстоятельства другого характера и сантимента. Я не погладила рубашку, потому что я включила телевизор, и там мой сервис был. Да, я тоже музыка другая. Да. Да. я недавно гуляла с собаками, морозы, были морозы, жуткие, а время уже поздно гуляют, часов 12 ночи. И около подъезда, там рядом дома у нас вот эта вот маленькая, не помню, кто она, по-анному, из маленьких этих собак, орет бедный, благим матом скачет. Думаю, господи, да кто ж такую в 12 ночи в мороз минус 20. Я ее забрала. Забрала, сама еще пошла за водой. И смотрю, женщина у нас какая-то ходит. Я говорю, собаку ищите, да, собаку ищу. Ну, я, соответственно, собаку-то ей вернула, и она мне говорит, выпустила ее в туалет, засмотрела сериал, да, про собаку забыла. Такой вариант тоже вполне может быть. Следующий вопрос. Какие чувства вы испытываете по этому воду? Погладили рубашку, сериал смотрели. Какие чувства испытываете? Чувства могут быть разные, да? Можете сожалеть, можете злиться, грустить. И последний вопрос. Как можно сейчас компенсировать вашу релухию? То, что вы сделали или не сделали? Как можно сейчас? Сейчас, сейчас, сейчас? Ну, сейчас, вот в данное время, ну, не вот здесь, да, здесь понятно, все что. А вот, да, в данное время, потому что, смотрите, здесь очень важный акцент. Не то, что я могла бы сделать, да, как говорят, сослагательного, да, не бывает, да, потому что, если вы начинаете про то, что я могла бы сделать, тогда бы, да, это вас еще больше вводит. А что сейчас я могу сделать в данный промежуток времени? Как можно сейчас компенсировать вот то, что вы сделали или не сделали, ну, свою вину. Мы говорим про вину, да, как вы можете сейчас компенсировать свою вину? Я могу извиниться, да, и погладить 10 рубашек. Понятно, что степень может быть разная, да? Собачьи она как-нибудь извиняется. Даст ей в два раза больше плотных примерно. Ну, точно так же, да, она может извиниться перед собой. Знаете, я уверена, что собаки понимают, что вы не говорили, да, у меня их несколько и все, они прекрасно понимают, да, когда ты перед ними там извиняешься, они тоже понимают, когда взгляешься, они тоже понимают. А когда они что-то делают, не то, они тоже понимают, да, поэтому, ну да, можно просто даже извините. Бывают ситуации, когда мы не можем исправить ошибку, да, но так тоже бывает. Если мы не можем исправить, да, то тогда бывает достаточно расстояния. я сожалею, что так получилось, да, я сожалею, что я так сделала, даже не просто так получилось, да, потому что так получилось, что такое абстрактное, да, я сожалею, я сожалею, можем сказать себе, можем сказать, да, кому-то, возможно, мы не можем уже этому человеку это сказать, но тогда, не знаю, в душе, да, сказать об этом, этому человеку, или кому-нибудь, да, я сожалею, мне очень жаль, что я так сделал, или я не сделал, почему-то. Это тоже очень важный момент, да, раскаяния. Да, я раскаиваюсь, да, и правда искренне жалею, жалею, да, о том, что я сделал или не сделал. Как правило, чувство вины после него трансформируется. Если мы посмотрим с вами на раскаяние, да, то что оно вся включает? Ну, во-первых, оно включает в себя признание факта вины. Да, я это сделал, или я это не сделал. Да, это моя вина. После признания факта вины, да, происходит смена позиции по отношению к факту вины. Я это сделал, да, или я это не сделал. Далее идет отделение личности, да, от поступка. То есть, не просто я виноват, да, а я виноват тем, что я сделал или не сделал. То есть, мы как бы не личность свою оцениваем, да, а поступок. Я виноват вот в том, что я сделал или не сделал. И дальше идёт отношение к моему поступку. Я сожалею, я грущу, я плачу. Что дальше идёт? Дальше идёт отношение к тому, что я сделала. Отношение. Я сожалею, я грущу. Если сейчас посмотреть, да, вы проделали работу с одним каким-то, да, там, обвинением. Сейчас, когда смотрите на проделанную вами работу, как себя чувствуете? Изменилось ли что-то в вашем состоянии, да, в вашем отношении? Не всегда сразу происходит что-то. Порой происходит. Если можете, поделитесь. Мне уже стало, что я реально понимаю рациональность, но я могу ещё с этим сесть. Здесь, возможно, нужно просто вот со специалистом, да, может быть, сесть и понять, что там, да. Что там вас так цепляет в этом, в этой ситуации, да, откуда это чувство вины взялось. Возможно, что сейчас дальше мы пойдём, когда дальше, да, вы увидите, что дальше. Мы сейчас пока отложим с вами, да, эту работу, этот список, но мы вернёмся к нему. Вернёмся чуть позже. Можно я просто скажу? Да. Я понял, что ещё, но он не поздно всё исправит. Да. То есть рациональное чувство вины, да, оно как раз связано с конкретным нашим каким-то действием или не действием, да. И, как правило, его можно исправить. Чаще всего, да, это то, что можно исправить. И оно связано с нашей ответственностью. Да, ещё иногда бывает в литературе, его называют ответственное чувство вины. Почему? Потому что здесь вы, во-первых, да, берёте на себя какие-либо обязательства. Ну, за что значит ответственность, да? Вы берёте на себя какие-либо обязательства перед собой или перед людьми. Вы осознаёте последствия, да, вашего, там, выбора, выполнения или невыполнения этих обязательств. И вы готовы ответить за результат своих действий. Соответственно, в норме, если говорить про норму, да, то у этого чувства есть сроки. Чувство ответственности. Оно начинается тогда, когда вы взяли на себя обязательства и завершается там, где вы завершили. Да, вы завершили это действие. И если, ну, что-то не то, да, какие-то результаты не те у вас получились, то оно вас подталкивает к тому, чтобы внести какие-то коррективы, да, что-то изменить. И когда вы меняете, да, на этом, скажем, месте чувство ответственности по отношению к этой ситуации, да, оно заканчивается. Не говорю про гиперответственность, да, которая тоже может иметь определённые рациональные какие-то, да, корни, какие-то убеждения, которые мы так или иначе усвоили. Что ещё? В чате поделюсь. Так, пожалуйста. Пишет, да, меня отпустило, стало легче. Даже поняла, как можно компенсировать. Думала, что это невозможно, потому и накрывала. Угу, здорово. Марина, появился выход из туннеля вины. Угу. Спасибо, Оля. Ага, то есть, ой, простите, видите разницу, да? То есть здесь мы видим выход. Мы понимаем, что выход у этой ситуации есть, да, даже сейчас он есть, даже если ситуация была когда-то. Так, угу, это я сказала. Теперь мы с вами рассмотрим второе, да, второй вид чувства вины, это иррациональное чувство вины. Его можно называть неконструктивное чувство вины, да, там, за неконкретное чувство вины. Бывает ещё в литературе, да, иротическое чувство вины, что это такое? Иррациональная вина. Это тягостное ощущение, которое не связано с конкретной ситуацией, по глобальному чувству. Я виноват во всём и всегда, да? Или затянувшееся. Когда ситуация закончилась, а вы всё продолжаете чувствовать вину. Допустим, человек вас уже простил давно, да, и говорит, что, ну, уже вот, ну, ты не виноват, да, или, да, или там, я тебя простил, а вы продолжаете всё равно себя за это, там, знаю, бичевать, да? Продолжаете чувствовать вину. Такая вина осложняет нашу жизнь. И, соответственно, чем мы струже к себе, чем мы требуем к себе, тем тягостнее, да, это чувство вины. И порой чувство вины заставляет нас останавливать свою жизнь. Либо мы её останавливаем, потому что мы находимся под влиянием этого чувства вины, да, и в нём мы живём, мы продолжаем себя как-то винить, да, и мы не имеем права, вот в этом вот глобальном чувстве вины, да, там, у тебя мы не имеем права развлекаться, мы не имеем права, сейчас на память пришло, извините, проличное, ну, прям ярко. Я, ну, когда-то разошлась с мужем, уже всё перегорело, переболело, ну, как бы жизнь дальше пошла, да, всё нормально, и в какой-то момент моя мама мне говорит, и что ты вообще радуешься, я что-то понять не могу. И действительно такое может быть, да, действительно, что я радуюсь, я там должна испытывать вообще чувство вины какой-то глобальной, не знаю, перед ребёнком, перед мамой, перед мужем, не знаю, ещё там перед кем-то, перед миром, не знаю, да, и тогда действительно, как бы, ну, а что я радуюсь, собственно, Я не имею права на радость, я не имею права на свои потребности, я не имею права еще на что-то. То есть такое самобичевание, такое самонаказание, причем иногда бывает, что вообще непонятно за что такое самонаказание, либо оно превышает масштабы вашей вины. Либо второй есть вариант, мы останавливаем жизнь, чтобы вину не чувствовать. Такой вариант тоже может быть, избегая этого чувства. Тогда тут на память приходит тот самый Премудрый Пискарь. Не знаю, может быть он не очень адекватный, но это что-то вот такое. Я лучше вот здесь у Равкина посижу, но чтобы только там не чувствовать вину. Ну, Премудрый Пискарь немножко по-другому, да, просто как бы так ассоциативно. Вот это вот ощущение «виноват, как всегда», да, оно, как правило, формируется у нас в детстве. Вот это убеждение, да, что я виноват всегда во всем. Это такое убеждение, которое мы проглатываем в детстве. Ребенок же, он верит всему, что говорит ему родитель. И у детей еще, важно еще понимать, у них такое магическое мышление, да, я думаю, вам про это уже 125 раз говорили. Что ребенок, что бы ни произошло, он всегда верит в то, что он причина того, что происходит вообще вокруг. И он вот эти вот, да, там, интроекты, убеждения, да, он так, в общем-то, ну, просто проглатывает, да, усваивает некритично, скажем так, да. Интересно, то есть не усваивает, да, если не усваивает. Вот у меня просто как раз именно это ощущение, даже вот это ощущение, оно именно вот такое, как вот именно вот здесь, и оно как воздушный шарик. Как будто мне его туда пихают, а оно, и не проглатывается, и не выходит. То есть оно не усвоилось, и что, ну, и ломить невозможно, да. То есть если не усваивает, почему это вопрос-то, то что, оно вот так просто либо усвоенное остается, либо неусвоенное остается, да. Сейчас, смотрите, что значит усваиваетесь, да, вы же его проглотили, но все тут стоит. Да, то есть оно хоть и не усвоилось, но оно все равно вот тут стоит, да. Не проглотило, оно принято, оно принято. Да, да, да. Не усвоилось, но принято. А вы же его проглотили, оно все равно вот тут вот стоит, да. Да, вы же могли, ну, скажем так, вы же могли не проглотить его, да, но сказать, что, ты знаешь, что мама, иди-ка ты лесом, да, простите меня сейчас за выражение, но ребенок, как правило, да, это проглатывает. Как это происходит? Ну, если мы сейчас с вами немножко так повернемся, да, в возрастную психологию, буквально немножко, смотрите, чувство вины, вот такое рациональное, да, оно часто связано со стыдом. Стыд, ну, считается, что появляется уже где-то там, ну, в младенческом, там, на втором где-то году жизни, да, появляется и связан стыд с такими амбивалентными чувствами к матери, да, то есть, с одной стороны, ребенок любит мать, да, с другой стороны, он может и разлиться на ней. А вот чувство вины, оно возникает позднее, оно возникает в дошкольном детстве, и, как я уже сказала, оно связано со стыдом. Сейчас объясню, смотрите, в дошкольном детстве для детей характерно такое исследовательское отношение к окружающему миру, да, Ребенок везде лазит, везде все смотрит, отрывает корылью бабочки, да, не знаю, засунует куда-нибудь карандаш, еще что-нибудь делает. Даже, в принципе, годовалый ребенок, который кидает свою погремушку, мы это часто как воспринимаем? Он однажды издевается. Раскинул, подняли, дали, а он смотрит на тебя и опять кидает, ты опять поднимаешь, кладешь, он опять на тебя смотрит и кидает, да, и ты думаешь, маленькая такая зараза, да, нарочно делай. И, соответственно, когда, да, мама начинает его ругать. Если абстрагироваться, да, вот от тех чувств, которые у нас возникают, сколько же можно вот это все поднимать, да, и подумать о том, что это такое, то, к большому счету, это, во-первых, исследование, ну, он же кидает, он смотрит, как полетела игрушка, да, как она стукнулась там, не знаю, землю, об асфальт, да, пол, и это еще взаимодействие с вами такое для него, да. Если родитель поощряет такую активность ребенка, да, исследовательскую, то ребенок становится инициативным, активным, да. У него, ну, так, знаете, появляется это чувство субъектности, да, что я могу, я имею право, да, я имею право, там, на свои потребности, на свои эмоции, да, на свои желания, на свой интерес. Если родители постоянно отдергивают, ну, вот тот пример, который, как, вот, а я сейчас приведу, если они постоянно отдергивают, постоянно критикуют, да, постоянно делают замечания, там, знаете, злиться нехорошо, сколько можно накидать эту погремушку, ты, там, делаешь нарочно, да, ну, еще там много-много, да, можно всякого такого привести, вспомнить. То, что происходит, ребенку, как бы, становится стыдно, да, за свои какие-то эмоции, желания, действия, он начинает отторгать эти, да, я нехороший, то есть, ребенок попадает, ну, в некий такой внутренний конфликт, то есть, с одной стороны, у него есть его собственная активность, собственные потребности, эмоции, там, чувства, да, а с другой стороны, ему хочется быть хорошим и принимаемым. Тут вот хорошесть, я хочу, чтобы вы поняли, да, хорошим для родителей, то есть, я хочу, чтобы родитель меня любил, да, я хочу, чтобы родитель меня принимал, да. А скажите, пожалуйста, может, это выражаться в несколько другой форме? Когда, например, ребенок, объясняли бы и слепо, значит, я не виновата, это виноват, ну, петь, а Вася, там, стол, стук. Это тоже проявляет, это просто защитная реакция. Да, это защитная реакция. А здесь, может быть, нужно в себя смотреть в разный, ну, смотреть контекст, да, смотреть контекст, он может там проверять правила на действенность, например, да, если я вот это скажу, то что будет, да, а может быть действительно защитная реакция, но настолько тяжело чувствовать себя виноватым. И поэтому оно все время всегда вот так, то есть это какое-то глобальное чувство вины, в которое накладывается все остальное? Да, да. И тогда ребенок, мы, да, мы вынуждены все время защищаться, да, такое оборонительное поведение. Я не виноват, я не виноват. И в этой ситуации, да, ребенку приходится, ну, как бы отторгать, да, отвергать часть себя. То есть происходит такое, как бы, усвоение, да, там, мои эмоции, они плохие, да, их нельзя, их нельзя, их нельзя чувствовать, не знаю, да, испытывать. Ну, вы не можете не испытывать чувства и эмоции. Они независимо от вас возникают. И тогда получается, да, такое автоматическое, как будто бы, я злюсь, и поэтому я виноват, потому что я злюсь. Я хочу, там, не знаю, ударить брата, сейчас объясню, да, я хочу ударить брата, потому что я стал получать мало внимания. Но я плохой, потому что я испытываю это желание. Я не виноват, что я его испытываю. Появился брат, и он меня раздражает. И мне хочется его стукнуть. Очень хочется. А мне говорят, что люби его. А мне говорят, люби его. Когда ты это испытываешь, ты плохой, да. Слышите, что происходит? Не твое действие неправильное, а ты плохой, когда это чувствуешь. А я ничего не могу с этим сделать, я это чувствую. Ну, я просто это чувствую, да. И тогда как будто вот это вот такое глобальное чувство вины, потому что, ну, замок будет круг, вы же ничего не можете с этим сделать. Вы злитесь. И автоматически приходит, да, вот тот самый, кого вы там нарисовали, и говорит, а-а-а, злишься? Ты виновата в том, что ты злишься. А-а-а, тебе это не нравится, ты не хочешь это делать. Ты виновата. Потому что ты не хочешь это делать. Да, да, я работаю с детьми тоже, и буквально недавно с мальчиком он мне говорит, ну, я не хочу делать уроки. Я ему говорю, ну, как бы, это нормально. Не хотеть делать уроки – это нормально. Я говорю, ну, а ты делаешь? Ну, я просто знаю, что он их делает. Он говорит, ну, да, делаю, я говорю. А зачем делать, что ли? Он мне говорит, ну, как, зачем, да, я в школу приду, у меня уроки должны быть сделаны. И когда мы заканчивали, я у него спросила, что для тебя сегодня важное было? Он мне говорит, ну, вообще для меня было важно вот это услышать, да, что не хотеть делать уроки – это нормально. То есть любые наши чувства и любые наши потребности, они нормальны. Вопрос в том, какими действиями мы эту потребность удовлетворяем. Да, мне захотелось стукнуть брата, ну, да, мне захотелось стукнуть брата, потому что там будет, да. Я пошел, ну, стукнул. Вот действие, оно действительно может иметь негативные последствия, да. И тогда, да, ты злишься на брата, ты хочешь его стукнуть, но бить брата нельзя, да, а ты можешь, не знаю, пойти побить там грушу. А брата попросить, чтобы он там что-то не трогал. Ну, ну, как вариант, да, я сейчас так по ходу, в общем-то, сочиняю. Понятен механизм? Как это происходит? Ну, со стороны взрослых человек, например, в маленьких сезон, он не хочет его надеваться. Если я говорю фразу, я понимаю, что ты не хочешь надеваться, и ты вообще не хочешь никуда идти, но нам сейчас надо одеться и пойти. То есть здесь, получается, я говорю правильно сразу, что если я принимаю его чувства, то мы все равно пойдем, потому что это надо сделать. Он не будет себя чувствовать виноват. Нет, вы ему, вы ему как бы право даете на чувства. Ну, мы здесь, смотрите, вот все, как бы сказать, все предвосхитить мы не можем. Мы с вами вот не идеальные вообще, мы все имеем право на ошибки, и, ну, люди, мы вообще все с разной нервной системой, да, у нас разный опыт, так или иначе, понимаете, ну, там, например, я думаю, вам говорили, да, что госпитализация, они травматичны для ребенка. Но мы не можем ничего сделать, если ребенок должен быть госпитализирован, да, ну, вот он должен быть госпитализирован, хотим мы, не хотим, есть у нас чувства вины, нет чувства вины, да, вот он должен быть госпитализирован, потому что это важно для его жизни. Да, травма останется, но, как бы, да, ну, факт, да, он такой. И здесь, конечно, предвосхитить все мы не можем. Что вот я сейчас буду все время говорить правильно, и ребенок, все зависит от ребенка, скажем так, да, от того, насколько он вот это убеждение, да, принял себя, не принял себя, тут все равно зависит как-то вот, да, и от особенностей самого ребенка, здесь важен вот этот вот момент. Но когда вы говорите, я вижу, что ты сейчас сердишься, или что ты сейчас, там, возмущаешься, и ты очень не хочешь одеваться, но нам нужно сейчас пойти туда-то, да, и нужно одеться, вы тем самым ему показываете, что я вижу твои чувства, а они нормальны, да, но нам все равно нужно одеваться и идти. Тогда получается, что я чувствую, ничего не значит, правильно? Нет, я тебя увидела, и я приняла твои чувства. Да, мы идти надо. Но есть ситуация, и идти надо. Ну, то есть, получается, что чувства, они не так важны, как в дом, да? Не хочешь делать уроки, но надо. В какой-то ситуации, да. Тогда получается, что вот эти чувства, это большие чувства, это бесценные, ну, как вы желаете. Вы знаете, есть границы, которые для ребенка тоже важны, на самом деле, да, для его все равно внутреннего чувства безопасности, они все равно нужны, эти границы. И когда мы ему говорим, что ты сейчас злишься, да, ты сейчас не хочешь, мы тем самым показываем, да, что мы видим его чувства и видим его потребности, и они для нас важны. Но есть ситуация, в которой, да, несмотря на эти чувства и потребности, нужно вот так сделать. Это ситуация каждой. Да. Получилось, что с подростками напрягают. А что делать? Ну, для него... Ну, я не знаю, что как это. Нет, даже не могу. Я не могу. Чтобы сказать, ну, ты не хочешь, ну, не, не. А потому что мы понимаем твои чувства, но они ровно в этом мире ничего не значат, потому что все же, что ты хочешь, нельзя. Нельзя. А вот тут... Не можешь. Ага. Ну, мы понимаем, ну, как бы долг, он настолько огромный, а чувствую же маленький, что ты зацепь куда-нибудь себе и пошли. Я бы, знаете, посмотрела бы на долг, честно, посмотрела бы на долг, потому что, возможно, вот в этом долге большом, да, есть какое-то долженствование ваше, да, и возможно, что там может быть и можно сказать, что да, бог с ним, давай мы это, да, вот на это забьем. Да, и это не... и твои чувства здесь важнее, чем вот этот вот долг. И это тоже важно, да, это тоже определенный опыт. Мы сейчас абстрактно говорим, да, но здесь действительно всегда, всегда как будто бы такая оценка, да, анализ идет, ситуация у нас, что что сейчас важно, да, вот сейчас важны чувства ребенка, либо важен вот этот вот долг. Даже ситуации с уроками. Ну вот он устал, объективно, допустим, да, вы видите, что он устал. И тогда, что для вас правда важнее? Вам важно, чтобы он сидел и делал на эти уроки? Устал? Нет. Каждый день. Да, устал? Нет. Я сейчас... Он не хочет. Нет, просто устал, но он не хочет. Да. Устал, это видно, и мы говорим, что сегодня не идешь, спишь. Да, да. А есть ситуация? Я не хочу. А есть? Я не хочу. Да, я вижу, что ты имеешь права не хотеть, да. Но сейчас вот это нужно сделать. Ну, на самом деле, смотрите, и с подростками, с одной стороны, ну, мы сейчас как-то в другое, да, тема немножко ушли. С подростками вообще важно понимать, да, где вы можете отпустить, да, и дать, да, и дать, да, а где нет, где все равно границы должны быть, потому что понятно, что подростки, они осваивают роль взрослого, они не могут ее освоить, если вы не будете расширять границы, как бы, дозволенного, да, и они эти границы дозволенного все равно будут расширять сами, так или иначе. Я всегда говорю так, что постарайтесь идти на шаг вперед своего подростка, потому что либо, может быть, это не совсем правильная терминология, да, но как-то так, либо он окажется впереди вас, ну, либо вы, да, просчитаете и подумаете, что лучше я сейчас позволю ему это, чем он это сделает сам, да, и тогда я, ну, буду, простите, вот в таком положении, да, что меня там, ну, опадки положат. То есть не опадки, да. Смотрите, смотрите всегда вот на эту границу, где можно, они, с одной стороны, нуждаются в границе все равно, но границы уже должны быть подвинуты, да, и постепенно они все равно будут двигаться, эти границы. Переходим сюда, я понимаю, что там тоже возникает порой чувство вины, да, про это долго можно говорить, про взаимодействие с подростками, и в любом случае мы все равно, смотрите, идеальными мы никогда не будем, мы все равно будем ошибаться, и это нормально, да, важно понять, да, где я ошибся, и даже, в общем-то, сказать об этом подростку, да, я ошибся. А, может быть, вот эти ситуации, бывает, в этих случаях, можно перепислить тоже чувства, да, да, окей, сейчас не до школы, потому что ты чувствуешь там, да, да, что будет после этого, вот, будет такая ситуация, что ты будешь чувствовать, когда тебя ваше погибаешь, где же будет хуже, лучше, и, конечно же, я же ответы у моих твоих чувствах, поэтому с тобой идти, чтобы мне было хуже тебе. Подправила это всегда можно, когда выкрутить себя. Ой, мне 11-летний ребенок скажет, ну, что он мне говорит, вообще, мне вообще все равно, мне будет лучше, когда я погуляю. Хорошо, потому что я все, и она вот уверена, она велет, плачет. Нет, можно выкрутить во что-то, что потом будет хуже, если подумать хорошо. Это потом не существует, несколько сейчас. Это нужно обидеться в ситуацию сейчас. А, нет, сейчас. Я, в основном, я уже скидываю, она получается. Нет, да, хорошо. Не мучаешь, что ты все, возлюбаешь по-другому. А, не лучше ничего лучше. В 11-м классе, если ты не будешь, если ты не напишешь, что тебе осталось 3 месяца, ты пойдешь и в 18 лет, берешь вредит и учишься самому, спасибо вам. Да. И вообще забил. И, возможно, для беспокойства, и пошел, взял вредит, мы, слава, будем учиться. Вопрос в том, что мы пытаемся сказать, смотри, есть варианты. Да, да, мы все. Молодец, я бы не выдумал. Да, 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 и вообще просто. Нет, ну, все-таки уже с подростком посчитаются, сочинствами, мы говорим, да, слушай, прям, я понимаю, я бы устала, да, а что будет из-за этого? Тут просто в вины, я же, возвращаясь к вине, я хочу сказать, что ты никогда не знаешь, где граница, куда ты можешь, а потом твоя вина в том, что ты не сможешь это поднять. То есть мы на себя проекцируем вот эту вот историю, что да, можно отпустить, да, опуст, удариться и оттолкнется, да? Где, где, вот, где дно? И где у тебя силы, сможешь ли ты потом, не знаю, смириться, да, если он там, или помочь ему, у тебя ресурсов хватит вообще на это или нет? И вот это, ну, вот это чувство, оно тебя просто, ты каждый раз сидишь как на этом, со взломом, так, ну, что там, что делаем, да, нет, не знаю. А он? Постоянное чувство. И вот это мысли, что, а если бы ты чуть-чуть натопил, сейчас бы вот это было, и ты сидишь и говоришь, а вот если бы, у меня иногда бывает, я 11 лет всего, а она думала, вот я тебе говорила позаниматься 10 минут в день, а ты не захотелось, ты плачешь, потому что у тебя 4, а сама сижу, думаю, господи, ну, так я же, получается, ее вину кормяю, что как же ты так, 10 минут, она не должна быть чувствовать, да, как же. Почему она у нее должна быть, если ей нормально, вот, ну, у нее в тот момент было нормально 4, но через месяц она плачет, потому что у нее 3 месяца 4, и все, это же 4. Ну, смотрите, здесь на самом деле очень много, понимаете, очень много здесь вот я слышу, да, вещей, почему она плачет от того, что у нее 4, от того, что ей, ну, понимаете, вот здесь вопрос в этом еще. Ну, какие-то дети действительно достаточно чувствительные, да, а есть дети, которые плачут, потому что они чувствуют, что родителю важно, чтобы было не 4, допустим, а 5, да, а им самим на самом деле все равно, и тогда он как бы плачет, сидит, потому что он там перед родителем в этом виноват. Такой вариант, ну, вполне может быть. Нет, хочу 5. Ну, есть и такое, когда у ребенка есть там какие-то свои, да, на улице. Пусть 3 получат, чтобы не плачь, нет. Здесь нужно смотреть... Смотрите, здесь, правда, много разных, да, много разных ситуаций, нужно смотреть их, ну, вот прям каждое, да, нужно смотреть. Да, я с вами совершенно согласна, ты каждый раз сидишь, да, с подростком, и думаешь, если я сделаю вот этот шаг, то к чему это приведет, да, если я сделаю этот шаг, то к чему это приведет. Опять же, да, на шаг он выйдет впереди. Я на 10 шагов впереди пытаюсь просчитать, но я не понимаю. Не всегда можно просчитать, я согласна с вами, да, есть ситуации, которые можно просчитать, то есть я лучше, допустим, отпущу гулять, чем он меня все равно обманет. Я скорее бы про эти ситуации говорю, да, потому что, смотрите, есть действительно ситуации, когда вы понимаете, что он все равно вас обманет и сделает. Тогда зачем эту ситуацию создавать, да? Я делаю вид, что я ему запрещаю, он делает вид, что он не делает, при этом он делает, да? Ну, не лучше ли это легализовать, да, и сказать, окей, ты это делаешь, ты у меня спрашиваешь, а я тебе разрешаю, да, я тебе разрешаю. Но здесь возможен, да, определенный выбор, когда ты делаешь это, да, ты выбираешь вот это. Когда ты делаешь это, ты выбираешь вот это, да, я имею в виду, да, не знаю, если ты выбираешь сейчас погулять, или, допустим, если ты выбираешь там сделать уроки, да, то ты выбираешь там прогулку, да, если ты выбираешь не сделать, ты выбираешь. Я должна себя винить за то, что я не помогла ему, там, я не знаю, устроить лучше свою жизнь, например, да? А можно на эту погулять? А вы можете на эту погулять? Я не могу на это. Как? Ну, не знаю, как. Заставлять, ругаться. Заставлять что? хорошо вы заставляете ругаетесь вы можете ругаясь заставляя повлиять на то чтобы у него была лучшая жизнь ну как это может это неправильно формулировка я имею в том смысле что нельзя же оставить это вот у него там вот он не хочет ну вот отлично да то есть ну я ему говорю слушай сынок вот у тебя армия да вот у тебя институт у тебя есть институт если ты хочешь тебе 17 лет почти 18 у тебя есть такой вариант такой и все да а потом когда он подошел к апреле а уже поздняк летаться да мама роди мне теперь педикитора волшебника заплатить деньги ну как бы да спасти положение а три месяца и потом он не ну как бы поступает мне туда и он говорит это вы да в том что вы меня не толкнули мне было мало правда сынок а я ему говорю сынок ну в девятом классе почему два года прошло да чтобы было хорошо а чего занимает вообще вот это чувство вины а а тогда вы виноваты правда вы виноваты правда вы в этом виноваты можно было попробовать можно было попробовать можно было попробовать каким-то образом пофигать каким 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 бить классический уже вот на правильном он начинает испытывать чувство вины что он не послушался и вот как я спрашиваю как вариант защиты реакции ну это же вы виноваты вы же не надавите конечно понимаете конечно конечно хорошо смотрите вот вот смотрите мы с вами как раз начинали с чего да с того что действительно что я сделала да для того чтобы вот у меня ситуация что я сделала или не сделала да и допустим вы понимаете что я сделала 1 2 3 4 5 6 7 8 10 я сделала больше я сделать не могла но получилось вот так правда вы виноваты в том что вы не смогли еще перевернуться к ульбитам и не знаю что еще сделать разорваться я сделала все что я могла это не в моей власти вы боги вы боги знаете в свое время мне очень хорошо помогла одна фраза я еще начинала включить терапии и наша ведущая задала мне вопрос она мне сказала ты бог или ты на втором месте я тогда подумала я в общем даже не на втором месте я да в общем там в каком там я вместе от бога да но далеко точно я от него да ну и я точно не вершу судьбы и точно вот не могу не могу как-то так да влиять на все ну это как-то вот да про свои границы на что я могу вот я могу вот столько и я вот столько сильно по течению а ну вы знаете у специалистов тоже иногда бывает и по течению а дальше дошло и по течению ну что давайте дальше двигаться да а вот давайте теперь давайте теперь с вами обсудим про иррациональное чувство я сейчас тоже на то услышу но мне показалось что мы все там застряли застряли да ну то есть теоретически все человечество должно жить в этом иррациональном чувстве или нет вины потому что наше поколение советских родителей понятно вообще не идеально мягко для нас восклик да мы вообще все не идеально мы же сейчас как-то нарус двинулись что-то там изучают читают стараемся это мое это мое это мое это мое ну это мое так вообще а вот ну как ничего наши родители из старшего советского рода ну вообще вот мне кажется из того что я сейчас вот слышала что мы все должны застрять в этом поголовном чувстве вины которое мы проглотили все в советском детстве на самом деле когда родители отдавали детские да 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 яско всякие яско всякие яско всякие яско всякие три-шесть месяцев ну там мы все живем в чужем не в плотнике ну если я может по-потому может я считала вот и как бы вот я смотрю что-то где что-то делали я всегда думаю так нам все родом оттуда все эти чувства вины слушайте родом ли родом мы точно оттуда смотрите если вопрос про то должно ли у нас прям вот обязательно быть иррациональное чувство вины ну у кого как кажется что я посвящала это должно быть у всех нет вот здесь наверное знаете не должно быть должно не про то должно быть или не должно быть да а у нас у нас какие-то есть все равно наши особенности да через которые мы вот эти убеждения там пропускаем или не пропускаем как бы там ни было и все равно мы с вами разные то что мы все периодически испытываем чувство вины да это правда то что оно бывает рациональным и иррациональным да это тоже правда то что с этим следует разбираться и понимать где у меня рациональное а где иррациональное чувство да да это тоже как бы правда да и здесь я понимаю то что мы говорили здесь я понимаю манная вина вот в этом и я вот ее вот так-то так-то искупаю а вот тут ну это такое иррациональное да чувство вины которое мешает мне я его тоже принимаю на самом деле да признаю что оно у меня есть это чувство вины а дальше я с ним начинаю да как-то работать лучше со специалистом с ним работать откуда оно откуда откуда это чувство вины у меня действительно ли оно имеет какие-то основания потому что мы с вами уже говорили что иррациональное чувство вины оно имеет свои причины да просто оно не может не иметь оснований да либо уже оснований давно прошли устраняется вы продолжаете конечно мы другие еще ну все зависит от того какие у вас установки какие у вас убеждения да соответственно как будто мы с вами можем сейчас вот что еще обсудить а как вам кажется как влияет вот это чувство вины иррациональное на вообще личность и жизнь у человека да какие у вас есть какие у вас есть варианты без того что ты постоянно чувствуешь чувство вины ты можешь дрожать там где да страх да 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 выйти через призму все равно своих страхов ага так смотрим да на события на события выйти через призму страхов чувство вины и плохое настроение депрессия и депрессивное состояние психосоматика в чате появился ответ угнетает 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 угнетенное состояние беспомощность 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 грубо да 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 жизни жизни так Так, избегание, да, бессонница, бессонница, право открытие настолько на это. Ага. Справа совершит еще что-то такое. Можешь еще лучше. Ага. Наши лица не сделала. Страва, так. И при этом ты потом это не делаешь, и мне это страх. Ты не можешь двигаться вперед. Да, да, этот страх не дает тебе двигаться вперед. Кто ничего не делал, тут не ожидается, ничего нету. Ага. Не буду это делать, не буду это делать, и потом... Наши лица, что-то еще. Потеря памяти, может быть. Что значит потеря памяти, что под этим придумываете? Нет, если я не сделала, например, некоторые вещи начинают забывать. В самом страхе живешь. Такая рассеянность как будто, да? Рассеянность и невозможность какой-то информации заполнить. Ага. Невозможность сосредоточиться и заполнить, да? Рассеянность, да. А может еще быть забывание в том смысле, что вот этот момент неприятен, и я не буду помнить. Ага. Забывание. Забывание. А все из них какие-то нужны. Ну, соответственно, да. То есть, я не знаю, что я буду признать, что я не признаю. Угу. 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 Если даже не виноват, да? Угу. 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 Это, essesерили, на меня так посмотрели, я что-то не то сделал, да? Виноват, или что-то сказали, да, опять поиграете. А вот иностранная фраза «собаку-человек», то есть раз говори про своё, а принимаешь на себя, да, что-то изнутри, ну поскольку привёк жить уже, почему-то там чувство вины, что-то такое небольшое дело, опять же вам, опять, сейчас в табу там не сильного. И тогда это такое напряжение постоянное, да? Продолжение… 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 Даже немножко сверху деятельности… Да, да, сверху деятельность… Сверху контроль… Ой, может быть, даже какая-то такая, с самого рода гиперактивность, чтобы не думать об этой ситуации вины, как бы себя занимать, да, человека друг друга. Кажется, это очень важно. Агрессия может быть на себя. Легко поддаются манипуляциям такие люди, очень легко нажимать на чувство вины, и когда они стараются потакать по другому. Легко поддаются манипуляциям. Легко поддаются манипуляциям. Легко поддаются манипуляциям. Легко поддаются манипуляциям. Кстати, ушла от чувства стыда. Смотрите, чувство стыда перед другими. В чем разница вины и стыда? Хотя они идут рядом. Чувство вины – это негативная оценка своих поступков. Стыд – это то, как я себе представляю, как оценивают меня и мои поступки другие люди. Слышите, в чем засада? Я себе представляю, как они меня оценивают. Конечно, это та самая ловушка. Если у меня вот эта система убеждений, проектов, что я там всем обязан, то тогда это очень хорошая такая ловушка. Я не могу сказать «нет». Я обязана все время решать ситуацию. Я все время обязана брать на себя ответственность. И тогда, когда я говорю «нет», я начинаю себе рисовать, что «ну вот, я сейчас скажу «нет». И тогда эти люди обидятся. И они там та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И я попадаю в эту ловушку. Чувствую вины за неоправданные ожидания других людей. Соответственно, мир воспринимается как опасный. И как результат – отказ от собственных чувств, потребностей. Потому что, ну, я же, если я хочу, я же виноват перед другими людьми. Вы начали уже называть признаки иррационального чувства вины. И мы посмотрим причины. Ну, давайте с причин, потом признаки. Смотрите. В качестве причин что можно назвать? Ну, во-первых, то, что мы уже с вами проговорили – это установки, усвоенные в детстве. Я уже говорила, что дети, как правильно, усваивают их бессознательно. Причем это не всегда бывает то, что мы им прям вот открыто транслировали. Иногда это бывает то, что они видят, слышат, да, как мы, ну, вот как мы живем, как у нас принято. И если мы, например, говорим, что, ну, даже между собой ребенок слышит, например, что, ну, нет, отказывать нельзя, иначе на нас обидится, то ребенок это тоже усваивает. Да, вот такой вот как бы наш образ жизни. И иногда люди говорят, да нет, мне вроде, ну, да, там клиенты иногда говорят, да нет, мне вот так в открытую никто не говорил. Я не помню такого. А не факт, что в открытую кто-то прям стоял над тобой, да, и говорил, вот там нельзя говорить нет, нельзя говорить нет. А вы выросли в этой атмосфере, например, что нельзя говорить нет. Или, допустим, ну, если про интровекты, да, немножко, ну, допустим, да, вы выросли там в репрессированной семье. Я, например, выросла в репрессированной семье. Я могу точно сказать, да, что то, что я слышала и впрямую, и не впрямую, это про то, что там твоя подружка подушка. Ну, подушка, это в смысле только подушку можно что-то там подлакать и сказать. Никому ничего никогда нельзя говорить. Люди всегда могут тебя предать. Понятно, что основание вот у этих фраз есть, как вы сказали, в нашем историческом прошлом. Основания были, и эти основания действительно помогали людям выжить. В тот момент они были функциональны, они помогали, правда, выжить. Но постепенно, да, они становятся такими правилами жизни, которые начинают мешать. И здесь опять очень важно, да, вот это вот поймать, да, где у меня вот это вот иррациональное убеждение, которое сейчас уже не работает. И уже, да, с ним что-то делать, вот с этим вот убеждением понимаю, что оно мешает моей жизни, оно уже не помогает, да, оно спасло когда-то свою. Но сейчас мне оно уже не помогает. И тогда, да, я с этим пытаюсь там, да, что-то делать, изменить, осознать. Вопрос. Когда человек активно работает, то есть понимает, в чем его проблема, да? Активность, это проблема. Можно ли гармонично перестроить себя? Потому что вот я лично два уже примера ведила в жизни, когда человек, который не умеет говорить «нет», начинает говорить «нет», это выглядит так, что он вошел, он герой, он сказал «нет», он из себя и выжил. Но все остальные люди, которые с ним сталкиваются, они обижены. Потому что вот он сказал это резко, пронзительно, и как бы, вот знаете, как выглянул из себя, неделикатно, да? И вопрос, может быть, он будет как бы, если бы как-то сказал «нет», слился, как бы он обычно делает, да? Оно бы гармонично было бы в отношении человека и к тем, кто рядом, чем вот то, знаете, такое деформированное, которое из него выскочило «нет». Надо ли над собой работать и мучить себя, если, ну, мой вопрос, если это все равно не будешь ты? Почему не будешь ты? Ну, потому что тебе это дается с трудом, а общество видит, что тебе это дается с трудом. А что с вами происходит в этот момент, когда вы говорите? Ну, конечно, борьба целая. А еще? Бесконечная. Ну, не знаю. Попробуйте представить. Вы сказали «нет». Что же самое, что я не сказала бы «нет», это очень быстро. Все подождите. Ну, на самом деле там много будет чувств. Смотрите, никогда это правда, это правда, что никогда вот так сразу не бывает. То, о чем вы говорите, мы все равно, знаете, вот как ребенок поэтапно развиваемся, точно так же и мы развиваемся поэтапно на самом деле. И возможно, что сначала мы говорим «нет, коряло». И возможно, правда, другие от этого, не знаю, страдают или не страдают. Но я об этом человеку сказала бы здорово. Я сказала бы. Ускоряю. Следующий раз будет лучше. Следующий или через раз, или через год. Смотрите, мы же всему научаемся. Ну, не бывает вот так вот, да, как, понимаете, опять, да, вот там, ну, конечно, с ребенком, да, с тем же там работаю, и он мне говорит «я злюсь, потому что я не могу ничего сделать с первого раза». Я говорю, я правильно тебя слышу, что тебе для того, чтобы научиться что-то делать, нужно повторить несколько раз. Он мне говорит «да». Разве слышите? Я не могу сделать ничего с первого раза, или другая фраза. Мне нужно несколько попыток, чтобы этому научиться. И это нормально, потому что никогда никто не научается с первого раза. Как правило, большинство людей, да, должны пройти путь, чтобы научиться автоматизировать свое умение. Вы, извините, никто сразу не сели и не там, повели машину. Вы сразу не сели и не начали вязать. Вы сразу не сели и не начали рисовать. Это только вундеркинды и их, как правило, единицы, которым откуда-то, не знаю, свыше дано это, да, и они вдруг вот раз и рисуют. Я видела такого ребенка, который вот не обучался рисованию и рисовал изумительно свои четыре года. Но это единицы. Большинству из нас нужно, да, тренироваться для того, чтобы что-то усвоить. И навык говорить, нет, извините, точно такой же, как и все остальное. И да, сначала получается коряво. И да, это окружающий вид. Ну, что зато там, да, ты сказал, нет. Не знаю, как-то так. А чувства там, правда, разные, и вы их назвали, да. Потому что, ну, слушайте, а вы что хотите? Я сказала, нет, и мне вдруг сразу полегчало. То есть всегда я испытывал вину за то, что я говорю, нет. А тут вдруг вина куда-то ушла, и я сразу в облегчении. Скорее всего, там гамма будет чувств. И облегчение в том числе. И важно вот эти все чувства прям вот, да, заметить и проговорить. Да, мне стыдно, я чувствую вину, я злюсь на себя, я злюсь на них. Там, не знаю, что-то еще, да. Ой, ну вообще еще и есть облегчение. Что я все-таки сказала? Вот к этому всему. И это правда, пока вы вот те все чувства не заметите, трудно заметить облегчение. Сначала нужно заметить те чувства, которые, ну, с ним как бы, да, появлялись. Ну, ничего сразу, ну, никогда ничего сразу не происходит. Идем дальше. Про установки понятно, да? Что еще может быть причинами? Защита от беспомощности. Как это ни парадоксально, но чувствовать вину легче, чем беспомощность. И если, смотрите, вы не смогли, то про что вы говорили, вы не смогли помочь, опять-таки говорю, как ни парадоксально, проще, легче сказать «я виноват» и испытывать чувство вины, нежели сказать «я здесь бессилен», «я здесь беспомощен». Ну, типа, в первом случае ты как бы все равно боролся и что-то сделал, а во втором вариант просто нет, правильно? Да. Или я все сделал, я сделал все, что мог, но вот тут дальше я уже и беспомощен. Я все сделал, что могла. И второе как-то больше успокаивает, чем ты. Какое? Первое – чувство вины, а второе – про то, что… про бессилие. Бессилие успокаивает, мне кажется, больше. Ну, при этом бессилие сложнее чувствовать. Вот как это ни странно, да, это болезненное такое ощущение бессилия, и нам проще злиться, да, нам проще там чувствовать виноватой себя, чем свое бессилие. Когда я ничего… бессилеет, потому что я ничего не могу. Ну, оно отпускает, если пьеда больше. Ну, вы его признаете, да, любое чувство, когда вы его признаете, оно, ну, как бы, снижает свою интенсивность. Отпускает и успокаивает иногда бессилен. Да, да, ну, его надо принять для этого. Ну, понятно. Для того, чтобы… Да, его нужно принять, да, «я здесь бессилен». Не сравнивать. Может быть, поплакать в связи с этим, да, «я здесь бессилен». Мне очень вкусно. И я плачу. Поэтому третья ситуация, что мне пойдет показать, что мне не надо. Мне дочка как объясняла, как она маленькая была, она, например, не делает. Она просто спит, да, или так. Она делает вид, что она хулиганит. Потому что она реально не понимает, как это жить. И она не хочет, чтобы вы считали себя дурочкой. И она делает вид, что она просто дурочек. Да, да. Потому что она чувствует, даже не просто чувствует. А ты не хочешь, чтобы окружающие задумали что-то дурочное. Да. Просто окружающие думают, что я не могу. Да, да. Я лучше сделаю вид, что там какой-то вариантов он умеет. Да, он еще к тому, что почему так? Потому что не хочется, чтобы окружающие задумали. Да, так это стыдно. Да, да. Вот они, да. Еще привлекается стыд сюда. Да. Вот они. Беспомощность привлекается стыдно. И лучше быть немножко виноватой. И тогда я отторгну часть себя, да, отторгну часть себя. Потому что быть беспомощной, оно уже тоже обществом не принимается на самом деле. Да. Оценивается негатив. И тогда я лучше эту часть себя отторгну от себя. Что еще? Ловушка между сильным чувством и долгом. Да. Например, ну я, пример, который мне пришел, да, в голову. Не знаю, любимая девушка или помощь маме. Да. Я люблю девушку, и она меня там, например, о чем-то просит. И я, ну как бы, да, хочу ей сделать. Но если я выбираю помощь ей, и маме там говорю, мама, извините, сейчас не могу помочь. Да. У меня чувство вины возникает перед мамой. Если я говорю, что маме, да, надо маме помочь, у меня возникает чувство вины перед девушкой. Да. То есть здесь, да, такая ловушка может возникнуть. И это не всегда. То есть если как бы вы вполне нормально как бы принимаете, да, что вы там, да, не идеальные, да, вы что-то делаете. Всегда выбор этот ущерб в отношении чего-то, да, или ну да, то возможно здесь не возникнет чувство вины. Да, возможно возникнет. Еще выбор своих, выбор своих интересов или интересов близких людей. Ну то есть опять, когда вы попадаете, да, я выбираю свои интересы вроде как перед ними виноват, да, если я выбираю их, я перед собой виноват себя при этом. Ну и то, что я говорила, да, это так называемые негативные эмоции, которые, ну, злиться плохо, да, там, кто-то, например, там, уныние это плохо, ну то есть такие вот оценки. И плохие потребности и желания, да, тоже пример я приводила, да, мне хочется там стукнуть брата, да, это плохо. Плохо стукнуть брата. То, что мне хочется его стукнуть, да, оно, в общем, имеет нейтральное, да, любое желание, оно не имеет окраска какой-то. Он нейтрально само по себе. И если говорить про признаки, да, иррационального чувства вины, вы их называли, я просто их сейчас назову. Первое, это самоубичевание, да, это ощущение своей никчемности, бесполезности, это самообвинение, сам виноват, да. Обманули вас, сама виновата, насилие какое-то, применили, сама виновата. Ожидание от себя только плохого. Все поступки направлены на избавление от чувства вины. Постоянно извиняется человек, да, то, что вы сказали, говорили уже, уныние, безысходность. Подсознательное стремление получить наказание. Либо провокативное поведение, да, либо какие-то частые травмы, потеря вещей, да, то есть как будто бы все время человек провоцирует наказание, да, чтобы его за что-то наказали. Ну, это может быть и ребенок, и взрослый человек. Это терзание, не имеющее достаточных оснований или вообще оснований. Да, я терзаюсь, в общем, оснований, да. Ну, и виновата, навязаны извиня. Что важно здесь понимать? Мы, сейчас я это тоже обобщу, да, и мы про это уже говорили с вами. Первое, перед кем вы испытываете чувство вины, да, то есть вот есть у вас вот это вот глобальное, рациональное такое чувство, да. Сядьте и попробуйте разобраться, перед кем вы испытываете это чувство. Перед собой, не знаю, перед ребенком, перед мужем, перед родителями, перед кем конкретно вы испытываете это чувство, то есть кому оно. Второе, в связи с чем вы испытываете это чувство вины, что такое конкретно вы сделали или не сделали, как долго у вас это чувство вины длится и соответствует ли оно вообще масштабу произошедшего. Я не знаю, вы разбились на какую-то чашку, да, ну, возможно, она не супердорогая, обычная чашка, но при этом вас там вложит вот это вот чувство вины, да, и оно не соответствует этому масштабу. Действительно ли в ваших силах изменить было ситуацию? Были ли у вас на это все возможности и условия? Можно сюда добавить еще тут вопрос, да, а что вы сделали для решения этой ситуации? Действительно ли было в ваших силах изменить ситуацию? Были ли у вас для этого все условия и возможности? И вспомнить вот то самое, да, то, что я говорила, вы бог или на втором месте? И последнее, как чувство вины сейчас влияет на вашу жизнь? И готовы ли вы дальше испытывать его, да, чтобы вот это все продолжалось? Давайте вернемся с вами к нашему списку, ко второй графе. Второй графе. Посмотрите на этого вашего персонажа, который вам это все, да, чувство вины, да, образ того, образ, да, вашего чувства вины. И посмотрите на то, что он вам говорит во втором вашем списке. И, пожалуйста, обратите внимание сейчас на чувства и ощущения в теле, которые у вас возникают, когда вы это слышите, читаете. Заметьте свои ощущения. У нас ощущения и чувства возникают. Когда вы это слышите или читаете. Обозначьте для себя как-то, да, словами эти чувства и ощущения, которые у вас возникают. Не знаю, я там, я чувствую тяжесть. Где там, чувствуете тяжесть. Наверное, я, может, там чувствую сосущее такое ощущение, тягостное. Где-то, да, в какой области тела. У меня приходят слезы. Еще какие-то образы приходят, да, когда вы читаете, какие у вас чувства возникают. Какие ощущения. Какие образы. Какие мысли. Чувствуете и замечаете. А сейчас попробуйте вспомнить или представить, какое чувство, ощущение, состояние могло бы быть противоположное этому. Тоже обозначьте его словом. Оно у вас, у каждого, может быть, свое. Понятно, что вы говорите? Вот, например, ощущение тяжести. Я ощущаю тяжесть, да. Это когда какое может быть противоположное, да, там, ощущение. Допустим, легкость. Видите, у каждого что-то свое. Здесь, может быть, здесь нет универсального. Какое чувство, ощущение, состояние, да, противоположно этому. Обозначьте его словом для себя. Не знаю, легкость, уверенность. У каждого свое что-то. Удалось? Вспомните, пожалуйста, в каких ситуациях у вас бывает или вообще было когда-то это состояние, вот это противоположное. Вы точно о нем что-то знаете. Возможно, оно было когда-то и бывает, там, длительно. Возможно, оно было или бывает когда-то кратковременно. Вспомните, пожалуйста, да, какую-то ситуацию, может быть, одну ситуацию. Когда вы ярко чувствовали вот это противоположное состояние, если вы написали легкость, да, то когда вы чувствовали ярко эту легкость, вспомните эту ситуацию. И сейчас постарайтесь прямо ее вспомнить очень ярко во всех красках. Какое время года это было? Не знаю, какой день недели? Какое время суток? Где вы в это время находились? Что было в это время вокруг вас? Кто был с вами? Что вы делали? Постарайтесь эту ситуацию сейчас вспомнить и представить себе очень ярко. Что это за состояние у вас такое в этой ситуации возникало? Да, если это легкость, то где она была? Где она была у вас в теле? Как вы ее ощущали? Какие у вас там были движения? Какие чувства? Какие вам образы? Мысли. Разверните это состояние сейчас. Старайтесь его максимально прочувствовать. Какие ощущения в теле? Какие чувства? Может быть, образы? Мысли. И когда вы будете готовы, подумайте, каким образом это состояние у вас ассоциируется. Это может быть какой-то герой, опять-таки, фильмом, мультфильмом, художественной литературы. Может быть, это какой-то конкретный человек там из вашей жизни. Или, может быть, кто-то придумывает на имаме. Или вообще, это какое-то сочетание цвета. Какая-то форма, какой-то символ. И нарисуйте его на другом листе бумаги. У вас есть еще один чистый лист. И нарисуйте на его на другом листе бумаги. Если, ну, скорее, я сейчас говорю тем, кто онлайн, да, мне кажется, здесь все представили. Если бывает сложно представить какой-то образ, связанный с состоянием, возможно, вспомнить человека, который был для вас таким теплым, принимающим, заботливым, мудрым. То есть тот человек, с которым у вас ассоциируется вот это вот такое хорошее состояние, комфортное, когда вы о вас заботились, воспринимали, воспринимали. Тогда можно зарисовать образ, связанный с этим человеком. У вас есть пять минут, чтобы зарисовать этот образ. Ну, большинство закончили. Посмотрите, посмотрите сейчас на этот образ, который у вас, да, нарисовая. Посмотрите на него. И заметьте, какие, да, вы смотрите на него, да, какие чувства у вас возникают. Где в теле отзывается этот образ у вас. Что это за ощущение в теле, связанное с этим образом. Что это за такое ощущение? Старайтесь прямо почувствовать. И из этого состояния возьмите список второй. Выберите одно какое-то обвинение. Посмотрите на него из-за этого состояния. Когда вы смотрите на него из-за этого состояния, какие мысли к вам приходят. Как хочется позаботиться о себе. Заметьте. Если готовы, можете поделиться. Как вы сейчас себя чувствуете. Кофе. Да, зови, иди радость. Заметь, иди радость. Иди, делай что-то с удовольствием. Не побольше. Ну, по концу. Мне грустно, что я себя так несправедливо учила на этих чувствах. Угу. Там, что угры, по силам, ты чувствуешься. Угу. Я упусти. Угу. Угу. Пришла и грусть, да, и сожаление. Угу. Ужал. Ужал. Ужал, ну, они позаботятся о себе, да. Угу. Можно даже почувствовать, да, как хочется позаботиться о себе. Какой заботы хочется. Да, и сделать это, Алексей. Берю спокойствую. У меня такое, ну, оно здесь проработанное уже. Угу. У меня было такое, ну, маленькие слова, типа, надо проработать, потому что я не буду жить в женщине. Угу. Я не готовлю иду, когда я не чувствую себя. Я не могу. Угу. Я не готовлю. У меня сейчас такое пришло, ну, это же круто, можешь так вкусно готовить. Очень хочется готовить, а не там все втроем, там, что-то копошатся, ты приходишь, ты так здорово, я не так рада, что тебе здорово. Угу. 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 Смотрите, у меня не было цели, да, сейчас избавить чувство вины. Угу. 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 нас еще больше пугает на самом деле когда мы к чему-то разворачиваемся лицом увидим возможно это он не так страшно принимать и признавать да я чувствую дайте себе право на все свои эмоции и потребности я имею право злиться обижаться грустить радоваться даже тогда когда другие все например грустят я имею право такое чувство все плачут и нормально дайте себе право на ошибку дайте себе право на ошибку вы бог или на каком месте следующее если вы если ситуацию нельзя изменить старайтесь принять сделала все что я могу я больше ничего сделать или в этой ситуации я беспомощно изменить примите этот факт выразите все свои чувства я не могу это изменить и мне сейчас очень грустно я злиюсь не больно там еще что-то да если вы действительно виноваты мысленно ну или реально там я не знаю попросите прощения если вы действительно виноваты и как бы не звучало это пафосно живите дальше у вас есть на это право следующее определите что вы можете контролировать и изменить а что не поддается вашей власти определите что вы можете контролировать и изменить или изменять а что не поддается вашей власти примите неизвестное и свою беспомощность правда мы не можем все предугадать это правда и мы не знаем все равно не можем просчитать до конца на что они там если он пойдет в армию твою жизнь так повернется на если он пойдет в институт вот так вернется вот вообще не может просчитать потому что мы не знаем бывает по всякому следующее найдите надежного человека который вас выслушает проговорить свои чувства это тоже бывает важно да мне в себе кому-то проговорить следующие сосредоточьтесь на хорошем записывайте что записывайте что хорошего вы сегодня сделали что у вас получилось про что у вас получилось не вот так глобально я сегодня испекла изумительный торт я сегодня его не пересолил или не пересластила и в этом было достаточно конечно я сегодня сказала нет коряво не знаю со скрипом в голосе проорала обидев при этом но я сказала и за что вы можете себя поблагодарить даже не взвалил на себя еще одну там сто двадцать пятую соответственно продолжение научитесь говорить нет ну и последнее она на самом деле перекликает с предыдущим примите свои ограничения свои ограничения они не волшебники живые люди делающие ошибки вот собственно на этом мы с вами сегодня заканчиваем спасибо вам большое и хорошего вечера до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...